К нам обратился пациент, гражданин Украины, с опухолью спинного мозга. Такая патология встречается где-то около 5-10% по данным различных авторов от всех опухолей спинного мозга. У нас в Республике Беларусь в год оперируется где-то около 10-15 человек таких пациентов. Ситуация осложнялась тем, что опухоль имела достаточно большие размеры и располагалась в шейном отделе спинного мозга. Риск таких вмешательств при такой локализации опухоли обусловлен высоким риском развития инвалидизации в послеоперационном периоде. Целью хирургического лечения данных пациентов является максимально полное удаление этих опухолей с сохранением функционально приемливого статуса пациентов в послеоперационном периоде. То есть, образно говоря, чтобы он мог себя сам обслуживать. Операция крайне сложная и возможность выполнения таких вмешательств мы получили только в связи с открытием нашего республиканского центра и оснащением соответствующим оборудованием и микроинструментариям, которые позволяют выполнять технически такие вмешательства. Была опухоль в шейном отделе, обращались в Израиль. Нам очень сказали большие риски, что лучше здесь не оставаться. Так само и в Германии, даже многие отказали. А здесь было по Белтуризму нашел, связался с Антоном Викторовичем. Он сказал, что мы делаем и хорошие результаты даже можно ожидать. Вот и приехали сюда. Куда обращались? Мы за границу. Везде говорили, в общем, надо позвонок только вскрывать. А Антон Викторович сделал это без вскрытия позвонка. Так что и нам в Израиле говорили 70% успеха, если проведу такую операцию. В Германии говорили вообще 50 на 50. Говорит, если мы вам проведем такую операцию, вы можете или ногами не ходить, или руками. Ну а здесь, то, конечно, Антон Викторович на высоте. Сразу, конечно, чуть слабо сесть, как обычно. А потом уже так более, с каждым днем все, вроде чуть-чуть лучше встает. Полностью восстановиться. Может и месяц, может и две недели, может и три недели. Все зависит, как ты будешь сам работать еще. Пациент из Украины, который мне написал, мы с ним порядка двух недель общались. Он внес 15 тысяч евро предоплатой за операцию в Германии. После консультации у нас он отказался туда ехать и ждал, пока откроется граница, чтобы приехать конкретно в этот центр и конкретно к этим хирургам. Нам очень приятно всегда, когда пациенты не только из ближнего зарубежья, но и из дальнего зарубежья приезжают к нам на лечение. В течение последних лет у нас были пациенты не только из Казахстана, Украины, России, их таких достаточно много. У нас были пациенты из Индии. Два пациента приезжало к нам на операцию из Северной Ирландии в прошлом году. Из Чехии приезжали пациенты. Поэтому в последнее время их становится все больше и больше. Продолжение следует...